Надо понимать, что за последние 10 лет государство сделал очень много для повышения доступности и качества в том числе специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Но президент упоминал, что за 10 лет у нас почти на порядок выросло количество, даже больше, у нас было где-то 60 тысяч высокотехнологичных операций в 2004 году, а сегодня это порядка 770 тысяч операций. Это существенный рост. Здесь важно помнить, что когда мы говорим о реконструктивной хирургии, то надо понимать, что программа государственных гарантий и система обязательного медицинского страхования нашей страны в ряде случаев при наличии медицинских показаний позволяет нашим пациенткам получать реконструкцию молочной железы абсолютно бесплатно за счет средств системы обязательного медицинского страхования или соответствующих бюджетов. Просто надо знать алгоритм получения этой медицинской помощи, правильно наладить коммуникацию с докторами лечащими, чтобы получить необходимые направления. Сегодня мы можем смело говорить, что существуют технологии лечения рака и позволяющие добиваться не просто стойкой ремиссии, а уже и практически из лечения, но и при этом есть технологии, которые позволяют сделать жизнь пациента онкологического не такой кошмарной, как это было 20 или даже еще 10 лет назад. Это качество жизни, это очень важно, потому что качество жизни это, наверное, стремление к хорошему двигателю прогресса. Никогда не сдаваться, но и постоянно, так сказать, бороться за свое здоровье, потому что без этого, к сожалению, никуда. Надо отвоевывать некоторые, так сказать, вещи, связанные с получением медицинской помощи. Надеюсь, что это не всегда будет. Ну и, конечно, пожелать им оптимизма, естественно, никогда не сдаваться. И здоровье, здоровье, в первую очередь здоровье, чтобы оно не растрачивалось вот так, как у нас чтение бывает, когда мы, будучи здоровыми людьми, не сильно ценим этот актив, а потом начинаем понимать его бесценности. Поэтому здоровье и энергия. Ну, я могу отметить компанию Кловермед как компанию социально ориентированную, и это и есть показатель социальной ответственности бизнеса, потому что понятно, что для любой коммерческой организации в углове угла стоит прибыль. Но когда мы говорим о вашей продукции и о том, чем занимается компания, понятно, что товары для здравоохранения и, в принципе, медицинская и фармацевтическая индустрия, она не может и не должна быть социально безответственной, потому что, в первую очередь, это не только деньги, не столько деньги, сколько это здоровье людей. И то, что есть такие технические решения, есть такие продукты на рынке, это хорошо, потому что, как мы уже говорили, сегодня это влияет на качество жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!